Приветствую вас всех на нашем канале. Сегодня мы с вами поговорим о космической станции, какой ее видит Лего. У нас на обзоре набор 60227, лунная космическая станция. Набор 2019 года, достаточно свежий наборчик. 412 деталей в наборе, 4 мини-фигурки и один космический дрон. Коробка набора достаточно большая, при этом набор не самой высокоценовой категории. РРЦ у него рекомендованная цена где-то 3 700-3 800, но можно по желанию большому поискать подешевле, со скидочкой какой-нибудь чем-нибудь купить. Коробка особо у меня не помещается, не знаю, есть смысл ее смотреть, нет. На лицевой стороне вот эта большая лунная станция, действительно достаточно внушительных размеров она. Сзади, в принципе, интересно на нее посмотреть, поскольку на ней показаны вот эти все отсеки, их содержимое, точнее модули, наверное, более правильно сказать. Ну и много вот так вот прям залипучно интересно. У меня вот тут дырка в коробке. Написано, что inspired by NASA, by NASA on a gateway. В наборе было достаточно много инструкций, достаточно много для такого маленького наборчика. Четыре книжки, причем в одной тут даже на два пакета инструкций. Так, на каждый пакет по инструкции одна большая, три маленьких. Могли все в одну положить, но, видимо, чтобы удобнее было бить по пакетам, мало ли кто будет продавать отдельно челнок или отдельно модуль. Отдал пакетик, отдал инструкцию от него и все, свободен. По наклейкам. Наклеек в наборе достаточно много, но наклейки я не клею, поскольку альтернативки делаю из вот прям таких наклеек, которые в глаза бросаются, потому что их здесь нет, то это наклейки на солнечные батареи данного модуля. Немножко от логотипчиков и внутри там, типа, экранчики. То есть, ничего такого критичного по наклейкам нету. Ну, вот видно, что вот их здесь нет. Давайте перейдем к обзору набора. Начнем мы с вами с мини-фигурок. Они достаточно простые, как весь ситик. Вот два таких персонажа. Парень и девушка. Такие подзаросшие, по крайней мере, мужчина подзаросший в одинаковых комбезиках с логотипом вот этой экспедиции. Не помню, у него одно выражение лица. Ну, классно, седая прическа. У девушки, по-моему, два было. Сейчас проверим. Да, у девушки два выражения. Тут она бодрствует. А здесь она спит. Ну, классная, классная глава. Я думаю, многим она зайдет. И вот комбезик. Дальше девушка. Пилот, астронавт. Она у нас пилотирует вот этот космический кораблик, небольшой шаттлик, который будет стыковаться к нашей космической станции. Она бодрая. Одно выражение лица. Очень мне нравятся вот эти шлемы. Я вам в каждом наборе говорю, что они мне нравятся. И здесь, повторюсь, мне нравится вот этот вот шлем. То, что здесь черный принт. И так красиво выглядит. Действительно эффектно. И вообще мне нравится вот эта новая серия космоса. Не знаю, кто-то ее хейтит в ютубе и просто в комментариях, в соцгруппах. Мне она нравится. Для меня она очень зашла. Очень функционально, интересная, играбельность прямо на высоте. И один персонаж, одна мини-фигурка в костюме для выхода в открытый космос. У него солнцезащитное. Прям лампочка отражается. Как будто тут солнце. Блин, классно выглядит. Действительно здорово. И парень, да. Парень, он побрился. Перед выходом в космос он побрился. Никакой бороды, никакой растительности на лице. Вот как обычно в последних наборах, где там несколько мини-фигурок. Два парня, две девушки. И робот. Давайте его сразу посмотрим. Принтованная деталька. Кубик с четырьмя пупырками со всех сторон. И две руки дроида. Это он типа летит. Прям аскетично-лаконичный дроид. Самое интересное в наборе, это, конечно, станция. Ради чего все это затеивалось. Вот такая вот штукенция. Реально большая достаточно. Хорошо лежит в руке. Большая для такого, скажем так, небольшого набора. Набор действительно. По величине, вроде как, 500 деталек. Но поскольку здесь вот эти большие, большие детали, крыши, нижняя часть, такие массивные, в собранном виде он смотрится таким большим. Сразу у нас тут пристыкованный шаттл. Ну, давайте начнем наш обзор по модулям. Сразу скажу, перед тем, как начинать обзор, каждый модуль можно поменять местами. Можно их там перекрепить, скрепить. То есть модульность этой космической станции, она есть. И это круто. Давайте отстыкуем наш кораблик, начнем обзор с него. Небольшой корабль, типа челнок, ну, меньшиная версия, конечно. По идее, станция огромная должна была, чтобы нормальный челнок мог пристыковаться. Для фигурки места очень мало. Даже пришлось косики сделать, чтобы руки куда-то засунуть. Но помещается. В челнок помещается. Ничего здесь дополнительного такого нету. Все очень-очень простенько. Тем не менее, прикольно. Есть пин. Пин и этот с оськой пин. Чтобы его пристыковать. То есть вот здесь прям закрыт этот шлюз. Недорома не с нас вдохновлялись. Шлюз открывается. Тут что-нибудь герметизация, разгерметизация. Он-то пристыковывается. И каким-то образом чудом должен попасть внутрь. Это, конечно, сделана эта игрушка. По факту он не попадет туда слишком маленькая. Это все. Но если это делать большого размера, он там через челнок выходит. И вот он внутри на станции отстыковывается. И полетел куда-то там по своим делам. А шлюз задраили. Чтобы никто не залез. И давайте посмотрим, что у нас в этом модуле. Открываем крышку. Каждая крышечка держится на четырех пупырках. Достаточно легко снимается все. И у нас тут... У нас тут пицца. У нас тут пицца. Окошко. Столика никакого нету. Ну а чем столик, если они там в невесомости летают? Растючка растет. Лампочки горят. Инструменты. Видимо, чтобы пиццу достать. Чтобы достать пиццу, это все не так просто. Раньше эта штука использовалась в качестве пушек. В той же чиме. Здесь это стреляет пиццей. Нажимаем на эту кнопочку. И пицца вылетает прямо в открытый космос. А ты ее пойди поймай. Сложно. Сложно им в космосе есть пиццу. Как минимум, надо быть очень ловким, чтобы ее поймать. И чтобы ее никто, видимо, потом уже не отнял. Такая вот штука. Сюда клеится наклеечка небольшая. Типа микроволновка. Пицца сложно. Вообще в космосе, наверное, сложно. Даже поесть сложно. Кстати, к слову сказать, туалета на этой космической станции нет. Видимо, приходится садиться в челнок и улетать куда-нибудь. Сходить в туалет. Так, открываем следующий модуль. Следующий модуль у нас поели. Теперь можно и поспать. Кровать у нас сбоку. Но вспоминаем, что это космос. Невесомость. Поэтому ложимся на бок, спим. Все. Всем спать. Спокойной ночи. Привязали себя к кровати и спим. Здесь, насколько я помню, какие-то наклеечки. Вот эти вот с телевизорами всякими. Ну, всякая чепуха. Жалко, не принты. Вот она здесь должна быть. Простой модуль. Чисто поспать. И следующий модуль открываем. А здесь уже лаборатория. Здесь мы исследуем камушки, которые мы достали нашей экспедиции. Есть молоток. Так, смотрите. Тут такая фишка прикольная есть. Сначала мы это сейчас закрываем. Вот у нас чисто камень целый пришел. Мы берем молоток. Разбиваем. Тык-тык-тык его пополам. Опа, разбили. Ставим его сюда. И здесь у нас светящийся кубик. Камушек просвечивает. И тут прям анализатор такой. И, в общем, исследуем, что же такое мы нашли. Что в этом камне есть интересно. Здесь должно что-то показаться. Вот такая вот структура камушка. В общем, ничего такого интересного. Повторюсь, жаль, что не принт. А что не увидели на вот этом оборудовании? Положим сюда под микроскоп. Можем тут посмотреть. Все. С модулями разобрались. Есть еще такая штука с солнечными батареями. Вот, наверное, единственный минус этого набора. Вот крепление вот этой штукенции. Вот сейчас я ее сниму. И я не знаю. Должна сняться пил. Повезло. Снялась полностью. У меня то снимается. Вот это остается синенькое. То тут выколупывается. В общем. Ай. Вот. Чаще всего у меня снимается вот именно так. По идее, как-то не хорошо это сделано. Система снятия вот этого спутника как-то не очень аккуратно вращается в солнечной батарее. И вот такой вот спутник. Прикольно. Кстати, вот эту штуку можно вообще всего-то драть. Щелк. И мы ее оторвали. Оторвали, вытащили. И я не знаю, куда ее выкинули. Оставили на место. Вот такой вот функционал. Чтобы поменять модули. Открываем вот здесь вот. Снимаем. И снизу обратный скосик. Оп. И модуль. Щелк. Отстягивается. Новые детальки. Рамки такие хитрые достаточно. Тут у нас ничего нет внутри. Там просто проходик. Какой-то фильм этих. Вот так вот, если посмотреть, фильм чужих. С фильма чужой. Забавно выглядит. Вот так на заставочку поставлю. Чтобы ничего не понятно было, что это такое. Снимаем, например. Так, каждый модуль можно снять. Например, этот модуль вообще можно пристыковать вот к этому шлюзу. Поднимаем дверь. И опа, так сюда. Давай, стыкуйся. Опа. И пристыковали. И получается уже какой-то паровозик. Кстати, если сделать так несколько, будет вагончик. Ну, кстати, да. Вот из этих деталей можно делать вагоны. Это можно делать крышу вагонов для поездов. Хотя широковато, конечно, будет. Но зато из этих можно цистерны какие-нибудь делать. Прикольные детальки. И вот у нас вот так вот. Длинный такой коридор. Вот так вот. Прикольненько. А если крышами закрыть? Закрываем все крышей. И получается такая зловещая темнота. Снимается, какие-нибудь сразу фильмы про космос. Вот такая вот станция. На мой взгляд, удачная штука. Можно поиграть. Есть с чем поиграть. А если купить две, можно собрать одну большую. Благо, функциональность позволяет. Можно сделать несколько модулей. Можно сюда еще что-нибудь вкорячить. Можно вообще все переделать, использовать под свои цели. Здорово. Не хватает из фильма «Чужой». Как он? Ктоморфа. Доморфа. В общем, «Чужого» не хватает сюда на станцию ему. Так что оставляйте ваши комментарии, что вы думаете об этой серии. Действительно, она такое дно, как многие говорят. Или же она очень даже ничего. Своё мнение уже высказал. У меня она зашла. Интересно услышать ваше мнение. На этом я с вами буду прощаться. До скорой встречи, ребята. Всем пока и отличного вам настроения. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.